Возможно ли в кризис открывать собственное дело? Какие могут быть советы по этому поводу? И какая должна быть личность индивидуального предпринимателя? Если вы хотите в кризис открывать собственное дело, открывайте только то дело, которое связано с государственными заказами раз и с общественными нужными два. Если совпадет одно и с другим, то вы будете хорошо развиваться. Но всегда сначала, когда вы открываете предприятие, никогда не делайте это с размахом сразу. Потерпите пять лет хотя бы. Просто создайте модель и отработайте ее на малой группе. То есть сделайте модель и отрабатывайте. В это время этой модели будут крепнуть ваши сотрудники, становиться специалистами. У вас риск финансовый минимальный. Вы развиваете ядро в это время. Вы как бы понимаете, как действовать дальше, изучаете. Вы учитесь во взаимоотношениях со всеми. А потом это небольшое ядро, особенно когда пойдет страна в развитие, можете очень быстро запустить. А про личность индивидуального предпринимателя как себя мотивировать? Вы знаете, человек, который склонен заниматься деятельностью, мотивирован этим самым рождением. Знаете, есть даже отличия человека, который рождается, допустим, он ученый по природе, он рождается, он все изучает. Такой вот как бы, если его стукнуть, он будет думать, как это интересно понять там. Он все созерцает в мире просто. Но когда человек по природе, допустим, руководитель, он рождается, у него у маленького ребенка вот такой взгляд. И мама говорит, все-все-все-все-все, он такой. Он сам смотрит внимательно, правда она говорит или нет. То есть он по природе уже такой человек, очень как бы... А когда рождается по природе бизнесмен, он друг всех сразу. Со всем улыбается, со всеми строит отношения, устанавливает связи, меняется. У него маленький ребенок меняться начинает с кем-то, он дает одному то, берет другое. У него понеслась сразу. Природу невозможно изменить или вдохновить. Если, допустим, у вас природа предпринимателя, то вам не надо себя вдохновлять. Это ваша жизнь этим заниматься. А если у вас не такая природа, тогда зачем им этим заниматься? Как ее узнать? Для женщины надо сначала создать семью. Соткредственность в личной жизни. Стать крепкой в личной жизни. А потом заниматься деятельностью, потому что это является хобби для вас. Вы занимаетесь деятельностью для того, чтобы быть счастливой. А ваш труд находится внутри семьи. Если женщина, она не обрела фундамент в личной жизни, то деятельность для нее, это, как знаете, страх, одиночество заставляет женщин иметь что-то в жизни. То есть вы из страха действуете, а не из счастья в этом случае. А если вы счастье свое все-таки обрели, потому что для женщины главное счастье – это личная жизнь. Когда вы обрели, то вы их деятельностью занимаетесь легко, радостно и свободно. Понимаете? Потому что вас мотивирует уже не страх. А мотивирует просто – вам хочется отвлечься от семьи и что-то еще приятное обществу сделать заодно и себе. У вас есть семья? Да. Ну, я для супруга вообще спрашивала. Ему как-то бы распознать? Ему как распознать? Тогда другой вопрос. Если вы хотите, чтобы мужчина распознал, ему надо делать все, что людям нужно от него и что ему нравится. Придет время, он распознает. Часто люди думают, что предназначение – это там, где бабки валятся из рога изобилия. Предназначение – это там, где ты чувствуешь вдохновение что-то делать. А деньги никогда ниоткуда не валятся из рога изобилия, пока человек не разобьется как личность. Вот когда он сильным становится внутренне, тогда и награда от жизни к нему приходит. Других способов не бывает. Понимаете? Пускай становится сильным. Придет время, и он получит свое в жизни. Сто процентов. И заодно и узнает, где ему лучше и интереснее работать. Но если есть одна категория мужчин, они думают, что пока денег не увижу, работать не буду. Вот этот договор с жизнью не работает. Он ищет себе покруче зарплату, покруче место. И можно искать всю жизнь. И не найти. Мужчина должен просто идти в деятельность, крепнуть, работать, трудиться, закаляться и становиться сильным. И в конце концов найти себя в этом, во всем, в этой жизни. Спасибо.